Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 1167. О двух пристани на встречу друг другу одновременно отчалили два катера. Через сколько часов после начала движения они встретятся, если собственная скорость каждого катера равна 24,5 км в час, а расстояние между пристанями 171,5 км, а скорость течения 1,6 км в час. И еще вопрос задачи. Есть ли в условии лишние данные? Для того, чтобы нам найти решение этой задачи, нам нужно вначале вычислить, с какой скоростью сближались два катера, потом разделить на эту скорость расстояние, которое было между пристанями. Так мы узнаем, через сколько часов эти два катера встретились. Один катер плыл по течению, а другой против течения. Поэтому скорость катера, плывущего по течению, значит, нам нужно взять собственную скорость катера и добавить к ней скорость течения. Вот мы вычислять пока не будем, просто составим такое выражение. Запишем, что это скорость катера по течению. А теперь составим такое же выражение для скорости катера против течения. 24,5, значит, нужно отсюда и собственной скорости катера вычесть скорость течения. Ну, а теперь нам нужно вычислить скорость сближения двух катеров. Значит, нам нужно взять скорость катера по течению, ну, фактически скорость одного катера, и к ней добавить скорость второго катера. 24,5 минус 1,6. Чему это будет равно? Ну, получается, что нам нужно... Ну, давайте так. Вот мы вот эти два слага, мы их поменяем местами. Сделать это мы можем в силу переместительного свойства сложения. Так, вот поменяли местами. Получилось плюс 1,6 и минус 1,6. Что получается у нас к сумме вот этих двух слагаемых? Нужно вначале добавить 1,6, а потом нужно вычесть 1,6. Фактически это будет равно 24,5 плюс 24,5. Если мы сложим, то получим 49. Вот, это мы нашли. Это километра в час. Это мы нашли скорость сближения двух катеров. И фактически отсюда ясно, какие же данные в условии задачи являются лишними. Лишними является скорость течения, потому что нам все равно, какое число добавить, а потом это же число вычесть. Даже если бы оно было бы равно 10, плюс 10, и тут же минус 10, это все равно бы никак не повлияло на результат. Скорость сближения была бы та же. Значит, вот мы уже определили лишние данные. Теперь, если нам известна скорость сближения, а расстояние между пристанями 171,5, то тогда нам нужно разделить вот это расстояние на скорость сближения катеров, и мы узнаем, через какое время это расстояние было преодолено, или другими словами, два катера встретились. Разделим. Получили 3,5 часа, и это и есть количество часов, через которые два катера встретились. Запишем ответ. Отвечаем на первый вопрос. Два катера встретились через 3,5 часа. И отвечаем на вопрос. Если в условии лишние данные, лишние данные есть, и это скорость течения. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...